Привет! Это Денис, пятый элемент, как вы уже могли понять. И вы знаете, друзья, лето совсем не лето по понятным причинам, но все-таки с музыкой нужно по жизни сшагать. Будь то дома, будь то на работе, либо же выехать на дачку с музыкой тоже можно. И я всегда очень радуюсь, когда выходят новые портативные колонки. И сегодня я с горящими глазами, как у тебя, дружок, который слушает Cadillac Мергенштерна, я расскажу вам про новые колонки от компании Sony SRS-XB432333. Поехали! Размеры колонок как бы намекают на тот размер тусовки, который вы можете с ними организовать. Если мы говорим про 23, то это такая тусовочка для двоих, либо же для маленькой комнаты. Локальная тусовка для версии 33, ну и полноценный квартирный флэт с версией 43. Ну а если вы хотите отдыхать вообще красиво, то все три колонки можно объединить в один звук. Как это сделать, мы покажем в конце ролика. Колонки в знакомом нам исполнении. Это тканевая оболочка, которая изредка прерывается резиновыми ставками, где располагаются разъемы и где располагаются основные кнопки. Опять же, все три колонки вы совершенно спокойно сможете взять с собой куда-то на отдых, в лес, либо же на речку, потому что данные колонки имеют все протоколы защиты от пыли, грязи и влаги. Особенно приятно, что данные колонки защищены от влаги, потому что данные колонки вы можете взять с собой в ванну, которая согреет вашу душу в период отключения горячей воды, как у меня, например, сейчас. Кстати, по поводу, куда брать данные колонки. Если мы обратимся к самой младшей, 23-й модели, то вес ее всего лишь 580 грамм, то есть оно может поместиться к вам в рюкзак, совершенно спокойно, неощутимо практически, сможет устроить локальную тусовочку в каком-то месте. Если же мы с вами говорим про колонки немножко постарше, то 33-я модель весит уже внушительные 1100 грамм, а, внимание, 43-я модель весит почти 3 килограмма. Вот мне кажется, если эта колонка существовала во времена написания преступления и наказания, то бабку проценчатся, вы поняли, да. И вот эти модели постарше, которые потяжелее, их лучше переносить с помощью сумок, либо же вообще возить на транспорте, потому что они имеют внушительный вес, но не имеют никаких лямок, либо же ручек для переноски. Это, конечно же, минус. Набор кнопок и разъемов практически одинаковым, за исключением того, что в самой младшей колонке отсутствует USB-A разъем. Как вы можете догадаться, USB-A разъем нужен для того, чтобы выступали эти колонки как Powerbank. В колонках постарше это реально сделать, потому что на официальном сайте, конечно, мАч не указано, но вы мне поправьте в комментариях, если я не прав, то размер батарейки в модели SRS-XB33 составляет 2700 мАч, а в модели 43-й 4900 мАч. А автономность у колонок следующая. Если мы говорим про 33-ю и 23-ю модель, то при самом благоприятном случае они проживут 12 часов воспроизведения музыки. А вот если мы говорим про 43-ю модель, то это куда более прокачанный вариант. Целые сутки она сможет играть при самом благоприятном случае. В благоприятный случай это означает не максимальная громкость, понятное дело, отключенная функция Extra Bass и отключенная подсветка. Кстати, о подсветке. Она доступна на 33-й и 43-й модели. А если мы говорим про 23-ю модель, то в случае с ней танцы придется делать в темноте. Ну, может быть даже интересней. Подсветка регулируется через фирменное приложение Fiestable, а подсветка не лишняя, не оляпистая, можно будет добавлять в ваши вечеринки немножко настроения. Помимо вариантов подсветки, еще можно чувствовать себя диджеем на минималках и использовать гироскоп вашего смартфона как дирижерную палочку. А колонка Sony выступит как полноценный оркестр. Двигаемся дальше. И если вы думали, что данные колонки только про тусовки и веселье, то спешу вас разочаровать в хорошем смысле, не подумайте. Данные колонки также можно еще использовать как hands-free гарнитуру. То есть это, в принципе, очень хорошо на удаленке, либо же, если вы говорите по телефону, не знаю, за рулем велосипеда, если, допустим, вы положили. Ну, в любом случае, мы с вами должны протестировать микрофон. Давайте этим и займемся. Это тест функции hands-free на колонке от Sony SRS-XB43. Как вам звук? Напишите в комментариях. Это тест функции hands-free на колонку SRS-XB33. Что думаете, напишите в комментариях тоже. Это тест функции hands-free на колонке от Sony SRS-XB23. Че как вам? А? Напишите. И, друзья, наконец-таки звук. И я думаю, что я не буду выдумывать, я просто скажу, как есть. Звук в колонках замечательный. Естественно, он просто под разный сценарий. Если мы говорим с вами про модель 23 и 33, то здесь упор делается на низкие частоты и на средние. В модели 43 также еще имеется высокочастотная динамика, которая еще называется пищалки, для того, чтобы вокал звучал максимально чисто и круто. Ну и, конечно же, динамики в данных колонках направлены на то, чтобы мы получали максимальное качество звука, но должен сказать то, что в модели 43 не классические. Круглые или овальные динамики, они прямоугольные, со скругленными углами. В компании Sony говорят, что они нужны для того, чтобы убирать лишние вибрации, и бас был еще более глубоким. Ну и звук, конечно же, мы протестируем и покажем, как же звучат колонки со включенными фирменными фишками. Например, есть технология в трех колонках, которая называется Extra Bass. Это функция, в которой двойные пассивные излучатели усиливают низкие частоты, повышая мощность басов широкополосных динамиков. Также в более старших моделях есть функция, которая называется Live Sound. Это фишка, которая позволяет нам оживить инструмент, на котором играется в песне. То есть, скажем так, сделать такое ощущение, что исполнитель играет прямо перед вами. То есть можно сказать, что вечеринка, живая вечеринка в любом месте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И я в начале ролика вам обещал показать, как же подключить эти колонки все вместе. Это делается с помощью фирменного приложения Sony Music Center. Прямо оттуда можно крутить музыку из ваших стриминговых сервисов. У меня iPhone, по умолчанию, конечно же, подтягивается Apple Music, но другие стриминговые сервисы в приложения я добавить не могу. Это для меня, конечно, минус, потому что я пользуюсь их конкурентами. Вообще, в одну связку можно подключить до 100 колонок. Заявление сильное, но проверять мы его, конечно же, не будем. Но что точно можно сделать? Например, подключить колонку в пару, чтобы у вас, допустим, за вашим рабочим столом создавался стереоэффект. Либо же мы можем подключить все эти три колонки в режиме, который называется Party, вечеринка. Пущем английский. Нужно загрузить колонки в приложение и запомнить их. Перед использованием фишки официальный сайт рекомендует подключить к сети все колонки. И когда мы все законнектили к смартфону, необходимо нажать на появившуюся кнопку Party. И тогда вроде бы как все должно заиграть. Приложение работает на три из пяти. Приходится повозиться иногда. Подведем некоторые итоги, что могу сказать, что, ну, отлично, действительно, колонки. Я их юзал на протяжении некоторого времени. И могу сказать, что качают нормально, но каждый качает под свои задачи. Если вам важно, чтобы у вас было все и сразу, конечно же, берите 43-ю модель. Если же вам нужна золотая серединка, то берите 33-ю. Ну, а если для вас важна компактность, то ваш выбор, это, конечно же, 23-я модель. Колонки обладают многими плюсами, но минусы, конечно же, тоже есть. Это, допустим, относительно высокий вес в колонках постарше. Их особо не поносишь в руке, а переноски специально нет. Ну, и, конечно же, есть такой минус, как цена. Эти колонки стоят достаточно нормальных денег. Но если вы хотите качество, то уж, простите, нужно заплатить. Ну, а если, кстати, вы хотите ознакомиться с ценами, то это можно сделать по ссылке в описании к этому ролику. Ну, и вообще, в целом, напишите, как вам новые колонки от Sony, нам будет интересно. Ну, а если вы хотите, скажем, какой-то топ-10 лучших беспроводных колонок, по моему мнению, то напишите в комментариях, обязательно сделаем, тема мне очень интересна. Ну, а с вами был Денис, пятый элемент всегда на вашей стороне. До новых встреч!